Хоккеисты трактора одолели в гостях Салават Юлаев по булитам, а в Челябинске встретили дюймовочку, чемпионку Европы по тайскому боксу Веру Негодину. Подробности в обзоре спортивных новостей Валерия Китченко. После разгрома в Казани тренерский штаб трактора поменял игровые сочетания. В линии обороны появился Игорь Исаев, заменивший в заявке Алексея Петрова. 13-м нападающим в составе стал Максим Шиплин. Матч с Салаватом Юлаевым с первых минут был равным, и моменты возникали на обоих концах площадки. Счет сумели открыть игроки трактора. Ник Беллин реализовал большинство, воспользовавшись передачами Пола Шихуры и Рихарда Гюнге. После перерыва в ворота Василия Демченко влетели две шайбы. Автором обоих голов стал Энвер Лисин. В третьем отрезке игрового времени подопечные Анвара Гатиатулина дважды отличились в большинстве. Шайбы забросили Пол Шихура, набравший 200 очков КХЛ, и Линус Видель. Уфимцы отыгрались и перевели встречу в овертайм. Он победителя не выявил. А в серии послематчевых буллитов удачливее оказались южноуральцы. Победный бросок совершил Ник Беллин. 4-3 в пользу трактора. Слава благодарности команде за сегодняшнюю победу, за самоотдачу. Хотел поблагодарить наших болельщиков. Спасибо за поддержку. 24 октября черно-белые завершат выездную серию встречей в Сочи с одноименным клубом. В Челябинске встретили чемпионку Европы по тайскому боксу Веру Негодину. Миниатюрная спортсменка, которую журналисты прозвали Дюймовочкой, впервые завоевала звание сильнейшей на континенте. Ученица тренера Виктора Самсонова одержала в Париже победы над соперницами из Финляндии, Швеции и Украины, продемонстрировав характер и мастерство. Мы показали очень хороший уровень подготовки физической. Основной у нас являлся темп и выносливость. Потому что мы знали, что все спортсменки, с которыми мы будем боксировать, они будут физически сильными. Самое главное, я привезла золотую медаль с чемпионата Европы. Мы поставили с моим тренером установку и я очень хотела победить и у меня получилось. Париж увидела и все достопримечательности. Париж просто прекрасен, особенно вечером. А вот дебютанту чемпионата Европы Дмитрию Ковтону не удалось покорить Париж. Он уступил в четверофинале более опытному сопернику из Белоруссии, но сделал выводы. Буду больше ставить упор на удары ногами. Я заметил то, что у меня похуже, чем у своих соперников, поставлены удары ногами. Постоянно я отдаю вот эти ситуации. Отмечу, что с большим успехом Веру Негодину и ее наставника поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Убежден, что эта победа станет хорошим стимулом для дальнейшей работы, поможет покорить новые спортивные вершины. В частности, говорится в телеграмме руководителя региона. Вице-чемпионка мира под хэквондо Татьяна Кудашова добыла бронзу на третьем этапе рейтингового турнира серии Гран-при в Лондоне. Ученица заслуженного тренера России Александра Энца Иоанна Селютина выступала в олимпийской категории до 57 килограммов. Воспитанница спортивной школы Корёв взяла верх над хэквондистками из Германии и Турции, но не справилась в полуфинале с двукратной олимпийской чемпионкой из Великобритании. Кудашова получила первую в своей карьере награду на этапах мировой серии Гран-при и заработала очки в зачет олимпийской квалификации. Южноуральцы Ольга Иванова и Константин Минин не попали в число призеров. А пока именитые тхэквондисты взбираются на пьедестал почета мировых перенств, маленькие спортсмены читают клятву посвящения. Ее слова малыши повторяли за опытными и титулованными спортсменами. Пятилетние мальчики и девочки пообещали быть сильными, честными и справедливыми. Не использовать приемы тхэквондов в повседневной жизни. Закрепили клятву дружно словом «клянусь». Данил Эйсвельд держит в руках сертификат, а это значит, что он уже имеет право носить белый пояс. Десятый гыб. Хотя завязывать его из начинающих спортсменов мало кто умеет. Но зато приемы тхэквондо уже неплохо отточены. Я занимаюсь примерно два месяца. Я умею выполнять удары и блоки. Семинар организован Челябинской областной федерацией тхэквондо и Уральским государственным университетом физической культуры. Манеж «Уралгувка» собрал более тысячи спортсменов со всего Южного Урала. Это начало доброй, хорошей традиции. Там есть замечательные слова и уважение старшим к родителям, уважение к своей стране. Поэтому я думаю, что это то, что сегодня нужно нашей молодежи. И мы хотели бы, чтобы это стало традицией. Почетным гостем Дня открытых дверей по тхэквондо стал министр спорта региона Леонид Одер. Он отметил, что у юных спортсменов Челябинской области большое будущее. И что родители, которые отдали ребенка в тхэквондо, об этом не пожалеют. Десять побед подряд Челябинский волейбольный клуб «Динамо» обыграл на своей площадке аутсайдера турнирной таблицы чемпионата России среди команд высшей лиги команду «Грозный». Обе игры завершились победой челябинских спортсменов со счетом 3-1 и 3-0 соответственно. Сегодня уже более детально разобрали соперника. И сегодня уже мы контролировали ход игры. Я думаю, что первую партию мы выиграли слегка. Поэтому, может быть, вторая и третья сложилась более сложной для нас. Сейчас «Динамовцы» уверенно занимают первую строчку рейтинга. 28 и 29 октября они проведут игры на выезде с «Трансгазом» с «Таврополем». Соперник располагается на 12-й строчке. Сейчас у нас еще одни аутсайдеры будут, а потом у нас начнутся команды из первых таблиц. То есть там уже будет гораздо сложнее, там интереснее игры будут и настрой будет более серьезный. Валерий Киченко, Ульяна Любимова, Виктор Щелков, Олен Хачатуров, ОТВ. Ульяна Любимова, Виктор Щелков.